У получивших травмы выбора не осталось. Если травмировался поздно вечером, ночью или в выходной день, на поездку в центральную горбольницу время лучше не тратить, а сразу отправляться в больницу номер 2. Первую помощь окажут там. И все же слухи о том, что травмпункт в центральной больнице закрыли, несколько преувеличены. Здесь говорят, что сократили время работы. Причина такого непопулярного решения – дефицит врачей. Ситуация связана с кадровым дефицитом. Это ни для кого не секрет. Ситуация временная, не надо воспринимать это как постоянная. Травматологическая помощь на базе центральной городской больницы оказывается в травматологическом пункте ежедневно в рабочие дни с 8 до 16 часов. В травму просто так не обращаются. Как правило, сюда приходят люди, которым нужна экстренная помощь. Сидеть часами в очереди, испытывая при этом острую боль – настоящее испытание для пострадавшего. А ведь иногда речь идет о жизни и смерти. Если пришел с утра, то все. Поэтому я стараюсь не ходить сюда по случаю. Официально в Бийске по-прежнему работают два травмпункта. Один в центральной горбольнице в режиме сокращенного графика, еще один на базе второй городской больницы. Сейчас в социальных сетях активно обсуждаются большие очереди на первичный прием к травматологу. Съемочная группа приехала в больницу около полудня. Очередь, как видим, небольшая, но не факт, что здесь так всегда. К сожалению, взять комментарий местных специалистов не удалось. Интересуемся мнением пациентов. Я сюда пришла с мамой, подложила 15 минут и меня отправили на рентген. Там еще минут 15, а потом мне наложили гипс. Тем не менее, факт сокращения графика работы одного из травмпунктов города в разгар травмоопасного летнего сезона означает, что ситуация со специалистами в городских медучреждениях дошла до критического уровня. Меры, о которых так много говорили, и городские чиновники, и на более высоком уровне пока не работают. Татьяна Голубева, Сергей Рехтин, Андрей Сегаев. День с толком.